Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Слава, Ярик, как удобно. Да, и комнатный рыцарь. И сегодня мы делаем греческий гирос. Да, это видео из цикла про историческую шаурму. Гирос это, по сути, греческая шаурма. Исторические источники говорят, что еще Александр Македонский научился это все делать. Но на самом деле блюдо стало популярно благодаря греческим иммигрантам, прибывших в 20-е годы в США и начавшим торговать, собственно, гиросом. В рецепте, конечно, присутствует способ приготовления самой питы, в котором будет заворачиваться мясо. Но поскольку мы, во-первых, делаем это для походного варианта, то мы просто взяли питу отдельно и купили. Да, мы специально решили не заморачиваться. Ну и, собственно, здесь все лежит на столе то, что можно действительно использовать в походе и сделать все буквально в одном котле. Итак, Ярик, что нам понадобится? Что-то первое. Так, смесь специй, в которой мы будем мариновать мясо. Мясо мы взяли свиную шею, она так и рекомендуется. Для смеси специй нам потребуется зира, молотый кориандр, тимьян, чабрец, майоран, орегано, перец острый молотый, оливковое масло. Это, собственно, у нас смесь специй, которые будут, которым обмачиваться, для начинки нам, опять-таки, потребуется уже замаринованный свинин, который мы будем делать, лук репчатый, оливковое масло, помидоры. А вот для соуса тзадзики, да, это вот именно фирменный такой греческий соус, там сам Геракл из Яна, королева воинов, говорят, молодца. Нам потребуется йогурт, огурцы, оливковое масло. Опять-таки, какая вообще без оливкового масла никак, по-моему, пригресса. Чеснок, соль по вкусу, как мы всегда говорим, и перец молотый тоже по вкусу. Будем сейчас готовить смесь специй для маринада. Ну и, собственно, мариновать само мясо. Сейчас мы, собственно, замешаем в ускоренном режиме всю смесь специй, замариную мясо, оставим ее на ночь, а завтра уже продолжим готовить это блюдо. Итак, у нас прошла ночь, мясо замариновалось, аромат разносится по кухне и заставляет слюни течь. Да, прям пафосно начал. Что теперь делаем? Теперь делаем соус на основе йогурта, чеснока, огурцов, оливкового масла. Не забудем обязательно. И, если параллельно еще помоем, помидоры. Помидоры мы добавляем в соус или отдельно закладываем? Отдельно закладываем. Свежие, не жареные, просто порезанные сразу в фиту вместе уже к мясу с соусом. А огурцы как-нибудь особо обрабатывать надо там? Да, их надо будет порубить мелко и засыпать соль, чтобы из них вышел весь сок. Ну, начинаем рубить. Музыка. 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 Мясо готово. Сделаю комментарий, почему я завернул ее в фольгу, потому что такой, скажем, стейковский метод, чтобы оно немножечко отдохнуло, было мягче, сочнее, все. Несмотря на то, что мы делаем в основном походную пищу, мы сегодня решили повыпендриваться. Да. И сейчас осталось все это заложить в питу, собственно, и залить соусом. Мы решили делать это методом вот так, кулинарной гинекологии. Короче, пита очень разваливающаяся по палочкам. По поводу шаурменности и всего остального можете использовать обычный лаваш. Мы решили просто сегодня взять питу, ну потому что какое греческое блюдо и без питы. Ну и давай. Я не знаю, как-то так. Либо у нас второй вариант это... И вот так едите. Так она даже симпатичнее, мне кажется. Да. Ну, на сегодня все. Всем приятного аппетита, те, кто смотрит нас под еду. Да, те, кто нас смотрит под еду, да и просто. Считаю, что еще одна версия, можно сказать, из тарявой шаурмы готова, хотя это просто популярное блюдо греческое. Всем большое спасибо. Ярик, наведи фокус. Пишите в комментариях, пробовали ли вы, какие еще варианты шаурмы есть, которые мы должны попытаться сделать. Да, рекомендую тепиты, которые можно купить хорошие, потому что тут мы косякнули. Да. Но все равно, я уверен, это будет очень вкусно. Всем большое спасибо. Ави Мария! Субтитры сделал DimaTorzok